всем доброго времени суток сегодня с вами хочу поговорить об очень интересном пневматическом строили страйкбольном пистолете колька 1911 почему я его называют тот пневматическим то страйкбольным немножко попозже узнаете итак прежде чем начать напомню что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов пневматических пистолетов страйкбольных приводов покраска гравировка полировка покраска ммг с хп готовые работы можно посмотреть у меня на сайте заказать тюнинг ваших девайсах можно в кайф телеграме ссылочки как и ссылка на сайт в описании под видео значит изначально это был пистолет гладчер коль 1911 вот в таком исполнении то есть под калибр четыре с половиной миллиметра шарики и на баллонах co2 ко мне он попал в очень убитом состоянии достался он мне бесплатно это мне отдали ребята из нашего пневматического диро он был ушатан вообще в хлам хотел бы сделать небольшую вставочку данный ролик у меня был записан очень давно сейчас просто перезаливая его на другие всякие видео хостинги хотел бы сделать пояснение это самый первый вариант коль 1911 который сделал своем постам исполнении я делаю их очень много различных вариантов некоторые готовые уже скажем так внешний вид и тюнинг пользуются популярностью посмотреть готовые варианты вы можете на моем сайте различные варианты внешнего и внутреннего и когда я начал разбирать что мне там сломано что в нем нужно починить что вообще можно с ним сделать выяснилось что в принципе того что я раньше вообще не знал что это в принципе гладчер это та же фирма к и w си просто для американского рынка а у меня от фирмы к и да был юси есть вот такой коль 1911 tactical изначально он тоже выглядел немножко не так вот на картинке можете увидеть каким он был при покупке и это был 6 миллиметровый страйкбольный пистолет по нему у меня есть отдельный ролик можете посмотреть как он работает как стреляет что на нем чунил что ставил нот выглядеть он стал вот так и в принципе хотя несмотря что модельки немножко отличаются ну во первых калибром а во вторых каким-то внешним дизайном внутрянка то у них в принципе вся одинаково есть можно взять затвор переставить сюда все взаимозаменяемо и что я сделал я изначально взял из этого взял внешний ствол со внутренним столом с камерой хапап снимается он за три секунды и попробовал поставить в этот пистолет взял магазин от этого и вот ну сюда и моя 6 миллиметров к превратилась четыре с половиной миллиметра калибр то есть по мощности они примерно получаются одинаковые шестью миллиметрами 020 грамма шариков он шариками он давал там 114 118 метров в секунду с 45 весом 0 35 грамма он дает 95 100 метров в секунду как и вот этот выдавал то есть в принципе по мощности в джоллях это примерно равно то есть в принципе перестали в ствол и магазин мы получаем то шестерку то четыре с половиной миллиметра это идея мне очень понравилось взаимозаменяемости думаю надо привести в порядок оба пистолета и так что я сделал вообще вот с этим кольтом я давно в общем себе где-то там зарождалась мне идея покрасить какой-нибудь пистолет краска у этого была обшарпана почти в ноль то есть до металла его использовали очень долго использовали в тематическом тире то есть давали людям в прокат и естественно эксплуатировался он хост и в гриву я его разобрал заказал кое-какие недостающие детальки там пружинки заменил голову поршня то есть принципе работать я его заставил но остался внешний вид и вот я думаю хороший-ка повод провести эксперимент по покраске вот то что вы сейчас видите это покрашена оружейной краской тайга из аэрографа это была моя первая покраска до этом я на нем конечно потренировался баллончиками ну краска из баллончиков очень быстро слезает тайга же это оружейная высокопрочная выдерживающие всякие внешние воздействия краска оба краски процессах технологиях и на какие грабли я наступал по ходу пьесы я сниму обязательно отдельный ролик потому что сейчас немножко набив руку и кое-что поняв у меня получается очень быстро и в принципе покрасить может любой я думаю многих возникали мысли чем покрасить оружие потому что стройбольные пистолеты облезают очень быстро вот я же решил сделать так по классику значит я выкрасил накладки рукояток в черный цвет то что коричневый мне не очень нравился рамку и затвор выкрасил в черный графит стволик полностью за хромировал то есть как за хромировал это его не красил я просто его как сказать ну зашлифовал то есть подкраска именно вот такой вот цвет что было интересно красиво вот и в принципе у меня получился пока вот такой пистолет еще я планирую на нем сделать оригинальные надписи лазером уже договорился там и у меня заказаны красивые темно-коричневые копии оригинальных накладок чтобы он совсем был на похож на кольт в тех времен как он и задумывался и в итоге я имею два пистолета которые я могу внутри аночку за пару минут менять между собой будет то это 6 миллиметров то это то есть 145 другой 61 страйбольный один пневматический поэтому в принципе в начале видео я его и называю страйбольный или пневматический потому что неплохая получилась вариативность всем спасибо за просмотр надеюсь информация вам будет полезной смотрите другие мои видео подписывайтесь ставьте лайки